Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы разбираем события минувшего дня, как они повлияли на динамику финансовых инструментов. Говорим также об отчетах грядущих непосредственно сегодня, что у нас по содержанию экономического календаря. Ну и также, конечно же, готовимся к важнейшим релизам этой недели. Хотя, может быть, не только. Не хочется преувеличивать значимость заседания американского регулятора, потому что бывали уже случаи, когда в попытке приукрасить, может быть, значимость этого события, мы в итоге получали не то, на что настраивались. Динамика была не той, которую стоило было ждать с таким интересом, и оказывалась, мягко говоря, довольно вялой. Полагаю, что, и хочется верить, в этот раз американский регулятор все-таки оправдает надежды покупателей доллара. Очень хочется верить также, друзья, что закрытие 2018 года по доллару нам удастся сделать вблизи целевых агенттиров по паре доллар и иена. И хочется, чтобы американец также пополнил нашу копилку тех отработанных долгосрочных инвесторидей, на которых мы очень неплохо заработали. Опять же, заседание американского регулятора сегодня стартует. Оно это традиционное двухдневное заседание. Завтра будут подведены итоги. Завтра мы еще раз обо всем этом поговорим. Особенно нам будет что обсудить уже на брифинге в четверг, друзья. Осталось совсем чуть-чуть, сколько мы ждали долгие месяцы этих ожиданий декабрьского заседания. И сейчас фактически рукой подать до этого долгожданного события. Это еще раз доказывает, насколько неумолимо быстро движется, собственно, время. Друзья, сегодня по повестке экономического календаря особенно выделить нечего. Ну, разве что отчет от ИФА, индикатор, который оценивает бизнес настроением 12.00. Эта статистика выйдет, европейская статистика, если быть совсем точным, статистика Германии. Я не думаю, что этот отчет окажет какое-то серьезное влияние на динамику евро, потому что более интересный показатель бизнес-оптимизма и оценки экономических условий мы с вами уже проанализировали, когда была опубликована статистика от института ЗЮ. То есть ИФА уже не настолько показательный релиз и индикатор. Но для общей картины, возможно, на него мы обратим внимание, чтобы у нас появилось еще одно подтверждение того, что бизнесмены не, скажем, с оптимизмом смотрят в будущее и немецкой экономики, и, собственно, всего валютного блока. В переходе, друзья, с авторника на среду в 0.00.30 нас ждет отчет от Американского института нефти. Это статистика традиционной АТАПИ, которая публикуется за день до выхода официальных данных по запасам нефти от администрации на релизической информации. И вот в последние недели мы видим то, что показатели коррелируют, поэтому если ситуация повторится и сейчас, то есть тенденция сохранится, возможно, на основании тех данных, которые выйдут, можно сказать, сегодня ночью, мы будем готовиться уже к официальным цифрам, которые для нефтянки должны стать определяющими. Собственно, на этой ноте я предлагаю перейти к тому, что происходит на рынке черного золота. На текущий момент, уже, можно сказать, к 10.00 по московскому времени, котировки приближаются к поддержке 58.50, это, конечно же, котировки нефти марки Brent. Соответственно, из довольно продолжительного коридора консолидации флэтовой динамики, которую мы с вами характеризовали вчера, вышли вниз, развивается нисходящая сейчас динамика. В принципе, можно сказать, что ситуация пошла по негативному сценарию, в данном случае действительно преобладают продажи, медведи доминируют. И если, опять же, ничего не изменится, то предновогоднее рождественское ралли, которое мы рассчитываем в плане еще более серьезных потерь, может быть реализовано чуть даже раньше. Друзья, судя по тому, что очень активно сейчас снижается нефтянка, я думаю, что еще раз нам пришлось, опять же, попасться на удочку избыточных ожиданий от косрочного роста, как это было на планке, там в 70 долларов за баррель, но, судя по всему, для Brent непоказательный рубеж даже 60 долларов за баррель. Судя по всему, снижение продолжится и дальше. Если мы попробуем разобраться, с чем была связана ставка агрессивная на дальнейший селл в ходе вчерашнего дня, учитывая то, что вроде бы как событий-то никаких не было, есть пара новостей, но точнее предположение, что на настроение трейдеров мог повлиять доклад Гейнскейп. Это оператор, который оценивает емкость хранилища в Кушинге и делает это буквально за несколько дней, за отводя, по-моему, до официальной оценки администрации энергетической информации. Так вот, по версии Гейнскейп запасы очень сильно выросли на 630 тысяч баррелей. Мы ждем похожую динамику уже в официальном исполнении завтра и в случае прироста запасов, соответственно, друзья, конечно же, настроения на рынке должны снова стать медвежьими. Может быть, на настроение трейдеров также влияет еще и пятничный отчет Бейкер Хьюз, указавший на сокращение количества нефтяных терминалов. Также я допускаю, что какой-то эффект оказывает еще и доллар. Но основные движения по нефти, с учетом того, что мы видим сейчас, скорее всего, пойдут дальше, когда будет представлено решение Федрезерва по процентной ставке и выйдет отчет от администрации энергетической информации по изменению запасов нефти США. Собственно, по Федрезерву, напомню, что мы с вами ждем роста процентных ставок к четвертому в этом году. Мы ждем, что доллар в соответствии с этим логично получит поддержку, а укрепление курса доллара должно негативно сказаться на стоимости сырьевых активов, номинированных как раз в американской валюте. Надеюсь, что вы помните, какая логика работает здесь, благодаря которой оправдывается влияние доллара на стоимость сырьевого инструмента. Помимо ожиданий еще одного шага по ужесточению монетарной политики в рамках американского регулятора, конечно же, завтра выйдет отчет 18.30 по московскому времени по изменению запасов нефти США – это излюбленная нами статистика от администрации энергетической информации. Как я уже отметил, если цифры совпадут с оценкой Gainscape, то еще одной недели роста запасов будет достаточно, чтобы действительно позиции продавцов стали еще более крепкими. Поэтому могу на текущий момент ошибаться, могу допустить то, что рынок сейчас хочет коварно обмануть покупателей, якобы создать иллюзию того, что рынок возобновил нисходящий тренд, прежний, довольно серьезный, крутой, который мы видели. Покупатели поведутся на этот потенциально ложный пробой поддержкой 60 долларов за баррель. И когда, собственно, позиция в шорт снова будет накоплена до определенных масштабов, рынок, собственно, развернется и очень сильно вырастет. Этот сценарий, конечно же, возможен, хотя он, наверное, возможен всегда. Все-таки за последние месяцы стремительное развитие трендовой динамики на нефти, мягко говоря, доказывало нам не раз, что это тренд, с которым лучше не спорить, с которым лучше не поддаться. И пусть даже есть вот такие альтернативные предположения того, как может вести себя в итоге нефтяной актив, я все-таки, друзья, может быть, совершу ошибку, но положусь на силу трендовой динамики и снова встану, собственно, в короткую позицию в расчете на то, что бренд уйдет в район 55 долларов за баррель. Но вот то, как лихо мы оказали вчера ниже 60 долларов за баррель, в принципе, на довольно безидейном и скудном новостном фоне доказывает, что продавцы еще не вычерпали тот потенциал, опять же, коррекционной нисходящей динамики, которую хотели бы выбрать с нефтяных площадок. И если действительно ими движут такие порывы, то до конца 2018 года мы, друзья, можем оказаться на пороге обновления новых многолетних минимумов. Сейчас, собственно, предлагаю действовать по тренду и ждать 55 долларов за баррель. Если, друзья, вы все-таки придерживаетесь другой позиции и считаете, что нефть неизбежно восстановится до 65 долларов за баррель, либо выше, я ни в коем случае не хочу вас переубедить. Здесь, как в ситуации с Brexit, кто, скажем, примеряет для себя более убедительную позицию. Вот в данном случае я сейчас положился на силу тренда и допустил то, что все-таки котировки окажутся ниже. Если вы уверены, что рынок восстановится в предстоящие дни, держите свои длинные позиции, но имейте в виду, что это длинные позиции против довольно стремительно набирающего обороты нисходящего движения. Рубль 66,77. С учетом того, что рынок просил за последние торговые сутки, мы ждем сегодня открытия с возобновлением давления на рубль. Я допускаю то, что 67 мы сегодня, друзья, сделаем. Основные распродажи ожидаются в первом квартале 2019 года. Может быть, до конца 2018 года мы приблизимся к уровню 68, сделаем даже цель 68,50. Но все-таки я думаю, что основной прессинг случится в тот момент, когда российские денежные власти Минфина возобновит покупки валюты. Это произойдет в середине января. И когда американские законодатели, сенаторы все-таки найдут время, чтобы принять новый пакет финансово-экономических ограничений, рестрикций и санкций против российской экономики. Это тоже реальность самого ближайшего времени. Имейте в виду, что, в принципе, есть возможность еще, может быть, не торопиться с открытием позиций. Но знайте, что девальвация неизбежна. Потому что я не могу себе даже представить, чтобы рубль укрепился на фоне, опять же, валютных интервенций. И не могу себе представить, чтобы рубль каким-то чудом нашел поддержку на еще одной угрозе финансово-экономического воздействия на российскую экономику. Это было бы парадоксом. Поэтому не будем здесь мудрить, все-таки ожидания вполне логичные и ждем такого же последовательного снижения курса рубля против основных конкурентов. Евро против доллара 1.1352. Друзья, сохраняем мы короткие позиции. Я напоминаю то, что причин для распродаж евро очень много. У нас был крайне мягкий, конечно же, в кавычках четверг, после того, как Европейский Центральный Банк принял решение хоть и завершить программу количественного смягчения до конца этого года, но с фактическим анонсом того, что будет продолжать процесс реинвестирования вырученных средств от погашения облигаций в течение длительного периода времени, даже после начала повышения процентной ставки, при этом сроки повышения процентной ставки были загнаны, скажем, в такие рамки, но абсолютной абстракции и неопределенности. Нет конкретного периода, когда ставки будут повышены. То есть обозначается летний период, но при этом тут же Европейский Центральный Банк внес в ход своих, опять же, рассуждений дополнение о том, что при необходимости, опять же, для того, чтобы на рынке создать условия, при которых общий показатель инфляции должен был бы держаться в районе 2%, ставки могут оставаться низкими столько, сколько потребуется. Ну вот, как хотите, так и трактуйте. Это, собственно, позиция Европейского Центрального Банка, данную формулировку. Ну, на мой взгляд, будет оставаться столько, сколько потребуется или столько, сколько будет нужно. Это значит то, что в 2019 году, в принципе, можем вообще не увидеть повышение о ставках. Я склоняюсь, друзья, именно к этому сценарию, но, наверное, моя позиция не имеет никакого веса, поэтому я вам рассказываю о том, что рынком сейчас ожидается. Трейдеры, которые ждут ужесточения политики Европейского Центрального Банка, склоняются, что где-то в период с июня по август Европейский Центральный Банк все-таки отважится на решение по росту процентных ставок. На мой взгляд, вот та риторика, которую я сейчас озвучил, позиции и намерения Европейского Центрального Банка инвестировать средства от погашенных облигаций, готовность задействовать и дополнительные инструменты, это все сигналы того, что политика будет оставаться мягкой. Поэтому, собственно, европейская валюта, которая раньше испытывала давление на контрасте политик Федрезерва Европейского Центрального Банка, будет оставаться заряженным еще большее снижение, исходя из этого же самого фундамента, который является наследием этого года, и мы вместе с ним перекочевываем и переходим в 2019 год. Из актуальных новостей вчера вышел отчет по инфляции. Как мы и ожидали, от статистики ничего хорошего ждать не пришлось. Общий показатель инфляции 1,9% снижения с 2%, базовая инфляция просела в месячном выражении на 0,3%. Отрицательная территория. Это очень плохо, друзья. Это значит, что слабая инфляция будет влиять на позицию представителей Европейского Центрального Банка и лично позицию Марион Драги дальше. Уверен, что с учетом того, что творится на рынке нефти, показатели индекса потребительских цен будут тяготеть к уровню 1,5-1,6% в годовом выражении. Кто знает, может быть в первом квартале мы уже эти цифры увидим. Поэтому по евро я продолжаю настаивать на том, что мы еще не достигли уровней, которые позволили бы нам говорить о том, что дно уже нащупано и можно искать точки для разворота. Друзья, долгосрочный сейл сохраняется и цель 1,12, как и раньше, 1,11, 1,12 это цель по-прежнему актуальна. Британская валюта против доллара 1,2626. Сделка с Велл Стоп 1,26, друзья, для тех, кто все-таки хочет еще поторговать и поспекулировать британской валютой. Фон не меняется. Впереди у нас очень много отчетов по Англии. Мы о них будем говорить, собственно, даже в суперчетверг, когда британский регулятор пересмотрит объем выкуп активов, процентные ставки, сообщит нам о планах и прогнозах по экономическому росту по инфляции. Это все в моменте, может быть, да, окажет влияние на британскую валюту. Но все, что происходит с фунтом сейчас, это все отголоски новостного фона, связанного с Brexit. Тереза Мэй накануне сообщила о том, что голосование в Палате общин Англии по соглашению о Brexit состоится до 21 января. Ну, сроки конкретные неизвестны, друзья. Но я думаю, что это примерно период с 15 по 21 января, в принципе, еще целый месяц до этого события. Месяц неопределенности, как я уже сказал, значит, и месяц серьезной волатильности и постоянной пилы на паре фунт-доллар. И в любых, скажем, тандемах и дуэтах валютных активов где фигурирует британец, потому что фунт очень сильно сейчас подвержен влиянию политического новостного фона. Сегодня Кабмин Англии обсудит вариант Brexit без сделки, поэтому я думаю, что волатильность может серьезно возрасти. И поскольку все-таки это сделка, точнее, сценарий Brexit без сделки, то, наверное, нужно настраиваться на то, что британская валюта может очень неплохо просесть. Впереди у нас внизу поддержка 1.25, она явно отчетливо сейчас держится, она чувствуется рынком, она довольно серьезная. Я думаю, что если заходить на краткосрочные трейды, то это короткие позиции, вот как я уже отметил, отложенный ордер sell stop с отметкой 1.26 и опять же с целью протестировать планку 1.25, на трейды более долгосрочно ориентированные, ну, пока нужно дождаться более ясного фундаментального фонда. Я бы не советовал сейчас инвестировать большие деньги, залазить в рынок большими объемами, потому что фунт, в принципе, уже дал нам хорошо заработать и, может быть, мы сейчас начинаем уже наглеть, потому что хочется еще больше заработать, учитывая то, что фунт остается по-прежнему таким интересным. Но, друзья, если вы проводите сейчас сделки с британцем, пожалуйста, будьте осмотрительны и контролируйте риски, это очень важно. Доллар иена 112.52 вчерашний день был крайне неудачным для доллара и все, потому что Трамп, как всегда, вот подпортил нам настроение. Трамп в очередной раз обрушился на Федрезерв с критикой о том, что не нужно повышать процентные ставки, он аргументировал свою позицию тем, что текущий уровень, собственно, инфляции, текущее укрепление курса американской валюты, это то, что должно быть тормозом для Федрезерва, для Джерома Павлов принятия решения о росте процентных ставок. Также, по мнению Трампа, является абсолютным абсурдом принимать такие решения в условиях роста геополитической напряженности, а именно социальных протестов в Франции и замедления темпов роста китайской экономики. Казалось бы, придраться, в принципе, не к чему, но Трамп не хочет видеть такие базовые ориентиры для Федрезерва, которые являются отражением четкой дорожной карты, которая отрабатывает по экономической теории, и в соответствии с этой дорожной картой я напоминаю, что у Федрезерва независимого института есть позиция, озвученная не раз, есть четкое намерение поднять процентные ставки до строго определенного уровня, не инфляционного, который, в принципе, очень близок к текущему уровню безработицы. Поэтому пространство для маневров в плане ужесточения политики еще сохраняется. Я жду четвертое повышение ставки завтра в этом году, и я рассчитываю увидеть еще три повышения ставки в 2019 году. По доллару и иене, в связи с тем, что мы снизились, предлагаю сделку buy limit с отметки 112.30, цели прежние 114 и 114.50. Американский фондовый рынок снижается, друзья. Dow Jones 23.665 пунктов, и судя по тому, как активно мы валимся, судя по тому, что у нас впереди решение по росту процентной ставки. И еще один аргумент, еще одна причина давления на финансовый сектор и на все, собственно, бенчмарки американского фондового рынка. Я полагаю то, что до конца этого года Dow Jones реально может добраться до отметки в 23 тысячи пунктов. Здесь я считаю, что нужно снова проявлять активность, несмотря на то, что мы сделали цель на отметке 24 тысячи пунктов. Но вы видите, что рынок не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас на рынке созданы условия для того, чтобы американский фондовый рынок снижался. И потери, опять же, американского фондового рынка будут связаны не только со снижением финансового сектора, но еще и со сектора энергетики. Посмотрите, опять же, как активно снижается нефть, в принципе, в последние два дня, о чем я уже говорил. Австралийца 0.7189, протоколы были мягкими, влияние не такое бурное, как хотелось бы нам видеть, но в целом дополнительный импульс коррекции был дан, опять же, австралийцу. Ждем на отметке 0.70. USDCAT 1.34. Снова мы вернулись к этому сопротивлению, которое пока не удается преодолеть. Завтра отчет по инфляции банка, по инфляции Канады. Соответственно, по ожиданиям индекс потребительских цен покажет прирост, и это потенциально может поддержать канадскую валюту. То есть, завтрашний день очень важный для пары доллар-канадец, потому что есть, опять же, основания для роста канадца, тем более, что отчет по инфляции выйдет до оглашения итогов в заседании Федрезерва. То есть, день обещает быть очень волатильным и жарким. Если вы руководствуетесь какосрочными целями, друзья, то я абсолютно уверен, что завтра в течение дня поддержка 1.33 действительно будет протестирована. Но не ручаюсь за то, что паре удастся удержать эти позиции, потому что следом за отчетом по инфляции решение по ставке опубликует Федрезерва. Это уже фактор поддержки для доллара. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Завтра мы как раз будем еще более активно готовиться к заседанию американского регулятора, точнее, к итогам. Уверен, что нам, как и всегда, будет о чем поговорить. Друзья, не забывайте о том, что мы вещаем в прямом эфире через приложение Перископ. Но об этом даже можно забыть. Самое главное, не забывайте о том, что на финансовых рынках, как и всегда, в обязательном порядке нужно контролировать все риски. Надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok